Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Юлия Зыкова. Сегодня утром на пересечении улицы Ольшевского с проспектом Пушкина молодая учительница попала под колеса автомобиля. Женщина спешила на работу и перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Водитель Тойоты попытался уйти от столкновения, но не смог совершить резкие маневры в потоке автомобилей. Пострадавшая доставлена в больницу скорой помощи. Доставлена к нам с подозрением на серьезные повреждения, на черепно-мозговую травму, на повреждение локтевого сустава и повреждение внутренних органов. Сейчас она обследуется, проводятся необходимые диагностические манипуляции, будет подана в операционную, где окончательно будет установлен диагноз и оказана медицинская помощь. Состояние на сегодняшний момент можно расценить как средняя степень тяжести, стабильное. Строительство развязки на Денисовской задает новый темп движения. Город избавляется от праздничного убранства, а малыши приняли участие в велокроссе. Что заинтересовало нашего дежурного по городу, узнаем в сюжете Вероники Перепелкиной. Неделя на уступа. В районе улицы Денисовская ограничено движение транспорта. На участке от Надеждинской до Мельничного переулка автобусов и троллейбусов появилась другая траектория. Останавливаться здесь они пока не будут, однако только в сторону лошадцы 2 и автовокзала Восточный. В обратном же направлении без изменений. Для этого одну часть дороги разделили на две, при этом ограничили скоростной режим. Производится укладка асфальта второго слоя, то есть уже положено. Ложат там на другой стороне третий слоя. И устраняем мелкие недочеты. Сейчас рабочие устанавливают бордюры вдоль проезжей части, а чуть дальше на фонарных столбах меняют осветительные приборы. Смена праздника на будни. В столице начали убирать декорации. Яркие акценты в городе в честь Дня Победы постепенно исчезают. Флаги разной величины, отдав свой долг, отправляются на заслуженный отдых. По проспекту еще пока висят, еще пока не убирали. В основном убирается в парках пока что. Но я думаю, что на этой неделе уже все будет убрано. Бригада за считанные минуты заметает следы торжественного убранства. Одна за другой праздничная деталь складывается и грузится в машину. Горожане снова увидят их уже 3 июля. Правильные дети Гайфрунзенского района сегодня узнала, насколько хорошо они знают ПДД. Акция «Велокросс для малышей» в этом детском саду – событие одновременно познавательное и увлекательное. Участники команд в эстафетном заезде могли продемонстрировать не только навыки вождения велосипеда, но и правила поведения на дорогах. Немало важно, чтобы родители принимали участие в жизни детей. Естественно, ребенок, видя, что родителям не безразлично, даже вот если касаясь правил дорожного движения, родители поддерживают, естественно, дети не будут нарушать и будут соблюдать правила дорожного движения. Дети с восторгом относятся к данным мероприятиям. С учащимися этого экспериментального детского сада постоянно проводятся занятия по тематике ГАИ. В игровой форме ребята с малых лет учатся быть прилежными участниками дорожного движения. Когда на дороге, надо его вести вот так. Когда надо ехать налево, надо вот так руку держать, а когда направо – вот так. Ваше видео, факты, звонок могут стать поводом лесу жета. Пишите на наш сайт tv.by.ru и звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Новый маршрут открывается для жителей поселка Сосны. С 16 мая начинает курсировать автобус номер 199С. Он будет доставлять пассажиров шабаны в городскую поликлинику номер 36. Маршрут будет работать по будним дням с 9.00 до 15.00. 25 минчанок сегодня получили орден матери. Торжественную церемонию приурочили к Международному дню семьи. Подкрепляет награду выплатов в 5 бюджетов прожиточного минимума. Напомним, орден вручают мамам пятерых и более детей. Таких героинь в Беларуси почти 7 тысяч. У нас три дочки, два мальчика. Вот такая красивая цифра 5, такая красивая цифра 7. Так здорово получается семья. Здорово, это оценка правильности выбранной нами дороги. Когда сверху нам говорят, ребята, вы молодцы, так и дальше продолжайте. Наверное, так это хорошо. Также в городской ратуши сегодня чествовали семьи с солидным стажем. Среди юбиляров оказались супружеские пары, прожившие в браке вместе 25, 50 и даже 67 лет. 25 лет назад мы с мужем поженились. Именно в этот день, 15 мая. Прожили 25 лет. Собственно говоря, и в мире и согласились. Самое главное-то что? Чтобы каждое утро вы просыпались и ставили себе задачу. А что мне еще сделать такого, чтобы удивить и обрадовать своего любимого? Жалели друг друга, понимали друг друга. Сейчас уже, слава богу, 67 лет прошло. Уже, как-то говорится, притерлись. Скульптуры и необычные предметы из цветов. Сегодня стартовал республиканский конкурс выставков флористических работ «Украсим Беларусь цветами». Около 70 участников демонстрировали свои способности в различных номинациях. Оформляли ландшафтные композиции из цветочных клумб и в режиме онлайн создавали архитектурные формы из живых растений. «Мы здесь изображаем ветку сакуры. Из подручных цветов здесь бетуни, бегони. Мы взяли эти цветы. Ну и обычные цветы, чтобы доказать, что из обычных цветов можно сделать произведение искусственное». «Я участвую в этом конкурсе, чтобы показать задумку, какая наша Беларусь красивая, сколько можно сделать из цветов». Маленькие звезды на большой сцене. Отчетный концерт 162-й школы сорвал аншлаг. Оценить лучшие номера юных танцоров в Дом культуры Минского автозавода пришли как преподаватели молодых артистов, так и ценители хореографического искусства. Искушенному зрителю коллективы «Карусель», «Вдохновение», «Экзорсис» и «Копель» подарили зажигательные номера. К слову, подведение музыкальных итогов года на сценплощадках столицы – давняя традиция школы. «Мы ожидали этот аншлаг и очень гордимся, что именно в этот раз, 7 лет спустя, мы выступаем на большой сцене. Особенно для детей. Это очень приятно, потому что большая сцена – это все-таки уже не школьная». Фамильные ценности и продолжение рода. В Международный день семьи мы узнали у минчан, что для них значит это понятие. «Семья должна быть дружной, и самое главное – это любовь, конечно». «На доверие». «На доверие, на взаимопонимание, взаимоуважение». «Мне кажется, на первом месте должна находиться семья, потому что семья – это охор и поддержка, и это очень главное в жизни». «Это та сила, которая нам дает двигаться дальше, это мотивация». «Человек живет для семьи, для своих близких, чтобы их радовать, чтобы о них заботиться». «Семья – это дети, а дети – это продолжение вообще всей жизни». «Вообще семья помогает человеку избежать стресса». «Даже вот говорят дельфины, они с таями живут, с семьями, так и должны люди жить. То есть так природой заложено, чтобы не один человек был, а вторая половинка». «Главная опора, я, наверное, считаю. Ну, семья – это семья». Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин